все нормально? думаю надо было как-то уже немножко пожарить белушная масса магнитно нормально а ты на что учишься? экономиста а, экономиста а ты уже закончил, да? я давно уже это 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 дайкон это кимчи капуста шпинат сосиски это что? это тыква тыква? это нужно есть со всем этим, да? да ну не только на мясо ты любое блюдо закажешь тогда с какими закусами а вот это желтое, это картош? вот это, это картошка что я вместе жарю а как ты понимаешь что готово? да просто я пойму цвет ты просто так поделал? чтобы это рис просто не прилипает а, хорошо а это сахар? да, сахар я попросила красный суп красный суп такой кимчи острый, да? наверное, тебе острый но сначала чуть-чуть попробуй да иди пробуй приятно спасибо, тебе тоже спасибо так утром утром? да да поэтому с рисом надо утром 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 в так вот кто едет на завтрак? на завтрак? да либо ты не завтракаешь нет, я завтракаю просто мы едим обычно то, что вчера готовили то есть с утра никто так прям не берет как в фильмах показывают в Европе или Америке у нас нет такого, чтобы кто-то взял и с утра приготовил сосиски или яйца нет очень редко у нас может быть на завтрак даже я не знаю тяжелая еда тяжелая еда мишфармак да да это может быть на завтрак да это да в принципе в Корее тоже так вот стойку да это как как хлеб да? у вас это бобы получается тесто из бобов да? да теперь я покажу обычный корейцы как гребет сюда у нас мясо и два мяса соус и для англии чеснок я пытаюсь понять на что похож это на самом деле просто мясо обычно ничего не делаем нет короче просто такое серое мясо жарим но только у нас есть определенные сочетания с салатом с каким-то сосом не а это нужно все добавлять или как ты хочешь давайте смотрим да как ты хочешь ммм ммм вот эта штука такая вкусная да? теплая да ты из нашей кухни тебе что больше всего нравится? не ну то что привычно мне на самом деле в Москве тоже я часто ел лагман и плов ну плов не прям киргизский но вообще в СНГ странах все ездят а и шашлык тоже но я часто бываю там на вате там шашлык очень вкусно жарит ханский ханский люлья хеба знаешь что ты думаешь? еще мою капусту салату а вообще кимчи пробовал? вот поэтому мы очень вкусно и очень полезно все закуски на поэтому иностранцы если кто-то первый попал в карьеру сначала они увидят эти заказки они сначала в 300 все скушают и потом основное блюдо они приносят я уже наелся на тебе сейчас сколько лет если по корейски 32 пока день рождения не прошел это значит 30 у нас когда мы родились уже нам к сразу нам год и на новый год мы сразу добавляем не смотря день рождения на новый год у всех плюс один вот поэтому мужик на два года разница поэтому это будет странно если ребенок родился в декабре через месяц ему два года родители на новый год сразу плюс один вот поэтому сразу два года получается вот это немножко странно конечно тебе сколько нужно а это последний год после учебы я работаю специальности не то что мне понравилось не такое ощущение было что некуда идти учатся на экономиста то обычно чем занимаются обычно это банкиры бухгалтера но они все равно получают сумму который мне кажется должны были бы получать из-за того что у нас очень много выпускается экономистов юристов такой популярной специальности у нас их очень много то есть из-за этого тоже как конкуренция да 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 а таких специальности которые мало кто не хочет да если допустим бухгалтер кто-то станет глава бухгалтера когда уже нормально если по деньгам тоже нормально будет заработать но до этого блин я думаю про это катироваться тоже зарплата не очень высокая хотя это самая главная точность компании финансовые директор и все это тоже тоже на одной ступени на блин здесь сложно найти очень квалифицированных сотрудников потому что такие они хотят все уехать искренне ну хотя бы с казахстан либо просил да это очень жалко и они все равно они так рвались так хотели на время они начали скучать хотят вернуться конечно это за границей жить морально просто тяжело примерно самая-самая дешевая учеба примерно 300 тысяч я думаю из-за того что у вас университеты обычно государственные тогда понятно вот это тоже попробуем это давай уксус ада огорчится а мы что пожалуйста еще чистые палачки это странно что мы называем сетки сладкий не не ну короче попробуем вкусно да наверное у тебя необычно ты любишь ашрамху типа ашрамху по корейски да но он такое мягкое как будто тает во рту ашрамху там все равно лапша такая жестковатая ну по сравнению с этим с этим кимчи тоже попробуем вот это саши не острый вот ты тогда сейчас учишься и работаешь ты пропадаешь да в общем то у меня было были классы но я ушла от классов мне нужно меньше часов потому что я не буду забывать они сказали тогда останется классы это значит не кружок это что чем они занимаются это дети которые хотят заниматься дополнительно математикой то есть у меня своя программа я начала работать там с восемнадцатого и там четвертый год получается школа тоже государственная не прям учитель ну не преподаватель ну как бы просто ты студент на самом деле да любые люди могут просто так прийти и преподавать ну вообще должны преподавать именно которые учатся на математике тогда получилось что я пришла сначала кружок вести то есть я не могла взять эти классы и когда началась пандемия все эти дела у нас очень много учителей ушли мы не захотели работать и математикам уже нужно было в общем искать одного преподавателя на математике они никак не могли найти и я согласилась два года я работала по математике там чисто предмет ну просто в Корее для того чтобы преподавать школьнику ну как бы как лицензию нужно получить без этого они не могут никак поэтому я немножко удивился что просто любые люди могут прийти вот так нет на самом деле у нас много учителей которые у них нет такого образования которое они преподают например учитель географии у нас там он имеет образование экономическое тоже да то есть ну у нас так это нормально мне кажется а здесь тоже есть отдельное университет педагогическое да есть есть они специально для того чтобы они стали учителем да а и так другие студенты тоже могут стать учителем ну это интересно я слышал что здесь в школе либо в университете прям корейцы тоже они учат студентов прям корейцы которые из Южной Кореи ну вряд ли у них есть какая-то лицензия есть либо какой-то экзамен они ждали вряд ли они просто приехали и через знакомых то они стали типа профессором ну просто так я даже не знаю как они учат местных на самом деле здесь очень много что можно и возможно просто нужно знать как этим всем воспользоваться в принципе мне кажется в странах СНГ тоже так такая же система приблизительно а в отличии от например Европы которая очень строго следит за этим у вас наверное тоже так да? как сказать своя система есть в каждой сфере очень строго и наблюдается вот это просто я приехал сюда в Кыргызстан уже чувствую здесь без связи без денег на самом деле сложно что-нибудь делать да но денег это ладно можно нет не будет денег тогда хотя бы блин хорошая связь с кем-нибудь через знакомых еще его знакомых они знакомятся да через одного-двух человек все знакомы да 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 это так смешно слышать от человека который издалека приехал даже он замечает это вау ура уже нужно уйти блин мы так поздно приезжали 하여튼 여러분 일단 급하게 만나가지고 좀 급하게 먹었는데 일단 다음에 만날 때는 좀 일찍 만나가지고 오래 얘기하고 또 영상 한번 찍어보도록 하겠습니다 안녕 구독 좋아요 딱 구독 좋아요 딱